девочки всем огромнейший привет 31 августа собираю урожай помидор буду собирать все подчистую вот такую мелочь наверное не будешь собирается вот красные крупные это я уже собираю по второму кругу первую партию я собрала 8 ведер и это у меня вторая партия я хочу вам показать какой в этом году хороший урожай помидор вообще смотрите сколько красных красота да это все на ветке поспели что там дальше у меня тоже есть вот собираю красный отдельно зеленый отдельно и ажжанка собирает она мне помогает он собирает он смотрите сколько на ветке скажу сколько помидор красных вот такие черюшки на ветках очень красивые вот такая красота я тебя посниму а завтра или послезавтра буду собирать болгарский перец потому что нас ожидается очень сильное похолодание до двух градусов плюс только ночью поэтому урожай в этом году хорошие что еще сказать чему очень рады дожди не было два месяца но это не преграда погода хорошая помидор урожай хороший ну что девочки показываю свой маникюр так сказать красного цвета вот вот этот лаке приобретала сегодня я его на не девочки всем огромнейший привет начинаю обзор вот с такой кастрюли это на самая большая кастрюля которая имеется не знаю насколько она литров что мы будем сегодня готовить тадам тадам леча на зиму здесь у меня рецептура будет такая простой рецепт легкие быстрые ну помимо подготовления ингредиентов конечно же я буду делать огромнейшую порцию потому что буду делать один раз и на всю зиму здесь у меня полтора ведра помидор ведро у меня 10 литровые то есть 15 литровых пятна 15 литровое ведро получается помидор огромнейшие у меня получается полтора ведра помидор красных спелых помыли некоторые порезали некоторые не резали которые не крупные плодоножки не убирали не возились просто помыли и положили в кастрюлю вот полтора ведра как я уже сказал теперь можно накрыть крышкой конечно же сейчас крышку занесу накроем будем это варить минут 30 пока помидоры мягкими не станут и немножко не сварится потом возьмем с вами блендер и пройдемся блендером таким образом не надо не через мясорубку ничего главное был бы был бы блендер вот беру так же у нас покажу сейчас на улице что дальше беру дальше беру почти полное ведро моркови вот ее надо будет очистить и измельчить либо через измельчитель либо через мясорубку через насадку терка это уже сами выбираете ведро болгарского перца тоже очистить нарезать соломкой нужно будет и здесь у меня лук где-то два килограмма вот это основная составляющая нашего леча морковь обязательно в этом рецепте остальное все берите на глаз болгарский перец количество сами и моркови и помидор все девочки на глаз всегда получается вкусно соль сахар уксус растительное масло все поочередности потом добавляем все это делал можно вот морковку перетертую болгарский перец лук все добавить вместе еще потушить 40 минут потом уже под конец добавить соль сахар вот это все такое еще минут 5-10 и выключаем потом будет готова наше лечо ну а сейчас самый сложный момент все это дело подготовить вчера закрывала помидоры по рецепту 369 3 соли 6 сахара 9 уксуса на трех литровую банку у меня здесь полторашки 6 штук все-таки мелкие смотрите черюшки мелкие желтенькие помидоры разные тоже вторая партия вот таких вот помидорок по этому рецепт 369 мне очень нравится рассол в этот раз здесь у меня морковная ботва и укроп все больше ничего больше ничего и не нужно потому что помидоры сами очень вкусные дают очень вкусный такой аромат вот этому рассолу вообще обожаю помидоры в любом виде в любом количестве поэтому это улетит просто на ура красота сорвала сегодня брокколи вот это уже переспевать собирался уже перезревать и здесь фасоль стручковая наверное с этим совсем приготовим супчик перебиваю помидоры проварила минут сорок теперь перебиваю перебиваю хорошо все а морковь измельчаю при помощи измельчителя и отправляю помидорам которые уже превратились так сказать в такое пюре лук нарезаю полукольцами вот так расплакать слезы 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 на глазах отправляем все в общую массу к моркови и к томатам также нарезаю соломкой болгарский перец и отправляю уже к потушенным овощам так ну вот столько у меня всего много получилось сейчас добавляю сюда соль сахар по вкусу соль обязательно не иодированная и растительное масло у меня наверное уйдет где-то полтора стакана но точно потому что у меня большое количество я добавляю все на глаз я уже вам говорил девочки и уксус сам в конце тушим еще 40 минут под закрытой крышкой хорошо и женчик молодец я тут вожусь девочки уже во всю лече закрываю ой много получилось так сейчас солнышко светит хотя на улице холодно но солнце светит похолодало у нас вот такое лече получается такое вкусное очень очень вкусное кстати не пробовал лук хрустит или как прям как я люблю в миру уксуса я все на глаз клада очень вкусный лечо прям очень задавали вопрос мне делаем то что мы больше 100 банок я вообще в этом году делаю около 200 банок девочки почему около 200 сейчас посчитаем два раза я брала по 50 крышек 100 крышек да потом вот третий раз взяла 50 ага молодец третий раз 50 взяла я почти его доканчиваю и у меня были прошлогодние около 30 крышек вот считайте это если я сейчас вот эти крышки добью это будет 185 банок около 200 съедаем ли мы да съедаем потому что салаты у меня улетают на ура любое блюдо готовишь то ли жареная картошка то ли вареная то ли пареная то ли макарошки гречка да что угодно достаешь баночку вот такой прекрасного с любого вашего прекраснейшего салата который приготовлен из своих овощей кладешь тарелочку и наслаждаешься потому что все свое девочки в магазине вот посмотрите сколько стоит маленькая баночка 0.30 там 0.05 нежели где-то там какого-то неизвестного происхождения кушать я лучше покушаю свое так что у нас съедается и варенье съедается и компоты выпивается и салатики съедается и мариновка все у нас уходит вот просто надо вовремя доставать предоставлять к нужному блюду и все у вас тоже улетит так что будьте здоровы кушайте с удовольствием готовьте салатики на зиму если выращиваете овощи вы меня поймете потому что не хочется терять свой урожай хочется сохранить как больше вкусняшки в баночках как можно больше летних лучиков в баночках и мне кажется мне это удается сегодня тесто ставила уже наверное часа два стоит долго поднимается дрожжи здесь девочки замороженные были из-под мороженых дрожжей потом дрожжи уже растворила в теплой воде и потом добавила в тесто здесь у нас маргарин соль сахар мука дрожжи водичка все больше ничего здесь я капусту потушила она уже хорошо остыла сейчас буду делать капустные пирожки в духовке вот вот такие планы два два почти часа у меня на медленном огне супчик закипал подкипал я вот пенку убирала один раз сейчас повторно буду убирать здесь у нас курочка будет куриный суп с брокколи со стручковой фасолькой может быть добавлю ее в суп вот так вот что-нибудь такое придумаю потому что у нас брокколи своя выросла и надо ее в супчик с рисом будет супчик куриный здесь я занесла маленькую свою тыковку картошку морковку лук буду делать еще картофельные пирожки в духовке с тыковкой так ну что пирожки с капустной начинкой отправляются в духовку через минут 10 их налепила вот такие получились вот думаю смазывать чем-то что ли тут мне писали вы не смазывайте надо смазывать получилось 6 8 10 штучек прям красота так я еще не решила слепить смазывать не смазывать не люблю я смазывать девочки вот но честно не нравится мне когда пирожки смазаны сверху при вкус яйца тут у меня готова пицца в округлой форме тесто очень мягкое вообще классно здесь у меня ой тайжанка откусила выбросила пирожки с капустой вот такие вот вот такая вот начинка очень мягкое тесто и еще у меня в духовке треугольники с фаршем и картошкой луком и с тыквой картошкой вот два вида так что я сегодня готовила завтра отдыхаем ничего не готовим айжанка с сумкой ходит деловая здесь кавер убрали пока сохнет высох но пока еще не стелили красота здесь готов суп с брокколи с рисом с болгарским перцем с помидорами с картофелем такой вот наваристый супчик ну девочки треугольники тоже готовы это на скорую руку так покажу какая начинка с тыквой и картошкой ой очень вкусно положила кусочек сливочного масла внутри тесто сама нежность вкусно с тыквой мне нравится треугольники с фаршем и картошкой а эти вот прямо с тыквой и картошкой и с луком перчика немножко очень вкусно